Во-первых, я уже потихоньку со своим тренером, мы начинаем работать как профессионалы. Мы вот на тренировках, так уже открою секрет, мы не меньше 10 раундов работаем в парах. Эти раунды у нас не меньше 2 минут 30 секунд. Это уже больше, чем в любительском боксе. На мешках, мы отработки всякой комбинации, мы работаем не меньше 6 раундов. И в таком темпе, в котором работают профессионалы, профессионалы. Это уже как бы у нас идет такая уже тренировка организма, тренировка тела, тренировка мышц, тренировка головы, чтобы организм привыкал к нагрузкам, чтобы сердце выдерживало. Бокс вообще это тяжелый вид спорта. Если ты не отдаешься полностью этому виду спорта, то ты будешь так, как все. А если ты будешь работать не так, как все, то ты будешь такой, не такой, как все. Вопрос. Все-таки, если речь идет о подготовке к профессиональной карьере, ты говоришь, что у тебя нет в клубе того количества и качества боксеров, которые тебе нужны. Как решить этот вопрос? Ты видишь его решение? Нет, я не вижу это решение, потому что в моем клубе, Кит-Тек, который находится на Преброжженской площади, в Москве, там занимаются, можно сказать, одни из сильнейших боксеров и кикбоксеров в России, не только в Москве. Для меня есть парень партнеров, хорошие, скажешь, хорошие, но не до такой степени, чтобы я чувствовал какую-то опасность, что он, блин, вот он хороший, но он еще сильный, он может пробить мне там пару ударов или попасть мне, я вот смогу как-нибудь даже, блин, грохнуться на ринг. Вот такого я не чувствую, я опасности не чувствую в боях. То есть ты не можешь на тренировках создать ситуацию, приближенную к боевой? А я создаю, нет, могу, я создаю, я пытаюсь как-то, ну я с боксерами договариваюсь, говорю так, вот какой бы он ни был, да, он надел перчатки, я ему говорю, ты умеешь бить левый, прямой, правой, боковой, там, умеешь, вот лети на меня, бей меня, постарайся мне попасть в голову, по животу, бей, налетай на меня. И вот он бежит на меня, он знает, что я его бить не буду, договариваюсь, я тебя не ударил ни разу, я потыкаю так, чтобы ты не летел и знал, как бы, да, что можно где-то здесь получить, можно где-то здесь получить. И вот они на меня бросаются, я вот так вот, в такой боевой обстановке, чуть-чуть боевой, потому что он отдается по полной программе. И вот так вот работаю. Насколько хватает спаррин-партнера? Ну, у меня, например, за один раунд два спаррин-партнера меняются. То есть, итого, в течение десяти раундов ты боксируешь против десяти человек, получается, атаки, двадцати даже, или они выходят по очереди? Ну, бывает и так, бывает, что четыре пацана, вот они стоят двое ждут за рингом, двое в ринге, вот они отработали со мной три раунда, потом те заходят, те уже как бы подвдохли, следующий на меня летает, у них, у всех одна задача, попасть в голову, вот они летят, бегут на меня со всей дурью, стараются попасть, я от них выворачиваюсь, уклоняюсь, пытаюсь тоже какие-то комбинации на них нарабатывать, но я их не бью сильно, у меня нет вот этого чувства вот этого удара, когда вот берешь, покупаешь себе хорошего спарль-партнера, ну, например, если это касается профессионального бокса, ты ему заплатил деньги, да, там, сто долларов за тренировку, и ты можешь его убивать, ты можешь его разбивать, ты можешь его нокаутировать за тренировку раз в десять, но он за это получил деньги, а там все бесплатно, я не могу себе позволить их удать, чтобы человек упал, потому что это, во-первых, травма, во-вторых, это, как бы, и психологическая травма, и для меня, как бы, это неприятно, потому что на следующий день его не будет, и все, и нету спарль-партнера. Понимаю, это вот ты нарабатываешь нереальную ситуацию, ты создал себе тренировочный процесс, который немножко искусственный, ты не отрабатываешь реальную, реальные комбинации, которые находятся в ударную ситуацию, но я пытаюсь это все как-нибудь как-то так все там через свои мозги прокручивать, и после боя, да, с пальмами, я пытаюсь это все, вот, какие-то, то, что я чувствовал, ошибки, где-то недоработки, которые происходили в парах, пытаюсь это все выложить на мешок. Вот эти все комбинации, вот эти все сильные удары, которые, мне кажется, они нокаутирующие, точные сильные удары, вылаживаю на мешок и вот так вот работаю, вот так вот тренируюсь. Какой бы характер, что или проиграл, или умер, или победил, или не победил, надо идти до конца.